Если за окном минус, хочется, чтобы дома был плюс. Для комфортной температуры многие используют печи, обогреватели или отопительные котлы. Но далеко не все следуют правилам безопасности. Напомнить и где-то подсказать о мерах, которые помогут избежать трагедии – главная задача сотрудников МЧС. Инспектор МЧС Евгений Тосик, у нас сейчас проходит месячник пожарной безопасности. Особое внимание к пенсионерам. На кооперативной 15 проживает семейная пара. Дом отапливается двумя печками. Все исправно. Электропроводка здесь тоже в порядке. Но есть и пару недочетов. Отсутствует предтопочный лист и пожарные извещатели. Я, например, очень переживаю за все это и очень боюсь. Всегда печки мы не оставляем. У нас постоянно дома никуда. Стараемся вот протопили, закрыли и все. На Пионерской 3 тоже печное отопление. В доме есть дети, но к топке их не допускают. Датчик дыма только один – на кухне. Сотрудник МЧС напоминает, поставить их нужно во всех помещениях, особенно там, где есть риск возгорания. Если хочешь, чтобы не на улице мерзли и где-то проситься потом. Поэтому сани готов летом, а телегу зимой. Так мы и делаем. Профилактика должна быть всегда. Потому что есть люди, которые даже не хотят об этом думать. Им все равно. Ну вот и костер разжечь среди дома, если замерзают. Еще перед наступлением холодов каждый хозяин обязан подготовить свое отопительное оборудование и при необходимости отремонтировать его. Сам процесс топки ни в коем случае нельзя доверять детям. Оставлять огонь без присмотра – тоже в списке запретов. Не сушите и не складируйте на печку дрова, одежду или другие вещи. Иначе беды не избежать. Пожары в частном секторе особенно опасны. Дома расположены буквально в метре друг от друга. Срабатывает эффект домино. Огонь охватывает одну постройку за другой. Хотя такое происходит крайне редко. Спасатели прибывают на место ЧП незамедлительно. В пятницу температура опустится до минус 12. В такую погоду, как никогда, становится актуальна проблема перекаливания. Кирпич перегревается, теряет свою прочность и начинает разрушаться. В большой мороз печку лучше топить несколько раз в день, понемногу. Процесс хоть и трудоемкий, но безопасный. Работу в жилом фонде также проводят и социальные службы администрации, работники МВД, газовая служба, энергогазнадзоры и другие. Большое внимание мы уделяем таким гражданам, как лица, злоупотребляющие спиртными напитками. Это одиноко проживающие пенсионеры, старики, многодетные семьи. То есть люди, которым нужно повышенное внимание. В городе и районе с начала года произошло уже 15 пожаров. Три человека погибло. По статистике, каждый третий вызов из-за неправильного использования отопительного оборудования. Старая электропроводка, трещины на печах, отсутствие извещателей – все это нужно приводить в порядок в короткие сроки. Иначе дела, отложенные в долгий ящик, можно и вовсе не успеть сделать.